Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к первой главе книги «Исхода». Первая глава начинается словами «Вот имена!» Как называется эта книга в иудейской традиции, по первым словам. Вот имена тех, кто вошли в Египет с Аковым отцом их. И автор приводит здесь имена, название 12 колен Израилевых. Это важная достаточно вещь, потому что дальнейший рассказ будет о том, как от этих людей, вошедших в Египет, названных по именам, происходит народ Божий. Что это за люди, и что в их истории общего, потому что предполагается, что именно эта общая история, вот она делает этот народ единым, вместе с друг с другом, заключающим завет с Богом. Прежде в Бытии было написано о том, что во времена Иосифа евреи занимали, ну не то чтобы привилегированное, но достаточно свободное положение в Египте, считались полезными членами общества, пользовались иной раз какими-то привилегиями, связанными с Иосифом, с тем, что хотя бы некоторые из них были приближенными фараона. Ну, в общем, вот такое вот вели, как рассказывает нам Бытие, ну, относительно безбедное существо. Они вовсе не такое безбедное, но тем не менее, да, они сбежали в Египет от голода и там как-то прижились. У них была какая-то сфера деятельности, работа, которой они работали, служили в войсках. Вот эти самые Аперу, название которого, вероятно, происходит слово евреи. Вот они жили не совсем вперемешку, но все-таки рядом с египтянами. И сыны Израилевы расплодились, размножились, возросли, усилились, и наполнилась ими земля та. Не то чтобы прямо уж в самом деле наполнилась. Не будем забывать, что Египет, вообще говоря, пустыня, большей частью, кроме долины Нила. Тем не менее, да, вот стало там израильтян достаточно много, после чего автор сообщает нам, что восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Ну, исследователи чаще думают, что это все же фараон Мернептах. Имеется в виду, но никаких оснований всерьез утверждать это у нас нет. И исторические какие-то опознания весьма затруднительны. Однако же, посмотрите, вот коллизия, которую предлагает автор. Люди, которые живут вперемешку с египтянами, их много, да, они пользуются более или менее свободой, ну, в общем, такие же, как все, хотя и отличаются по происхождению, по языку. Вероятно, семиты, надо полагать. Вот целая группа этнических разнообразных семитских племен здесь фигурирует. И фараон, новый фараон, который боится и говорит, вот народ сынов Израилевых многочисленный, сильнее нас. Перехитрим его, чтобы он не размножался. Ну, допустим, у фараона есть некие основания, потому что, да, там народ гексосов, который властвовал в Египте продолжительное время, ну, тоже, в общем, мог размножиться, стать многочисленные египтян и представлять опасность. Тоже были там и пришлые народы. Да, и поэтому фараон предлагает изнурять народ Божий тяжкими работами. Изнурять тяжкими работами. Во-первых, мы наблюдаем с вами попытку геноцида, попытку окончательного решения еврейского вопроса, сделанную там порядка 33-34 веков тому назад. Потому что вот давайте вот так угнетем, чтобы они уже и не могли размножаться и исчезли. И если не исчезли, то были слабыми. Но рассказчик свидетельствует о том, что чем больше изнуряли, тем больше он умножался и тем больше возрастал так, что египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. Для автора исхода здесь важна не только враждебность, но и вот эти вот тяжкие, изнурительные и принудительные работы рабства. Всеми авторами исхода, да и во многом всем библейским взглядом на мир, всей библейской культурой противопоставляется свободе. И если свобода становится символом власти Бога, когда в свободе люди, народ Божий, каждый человек подлежат одной только власти Бога и больше ничьей, вот эта цель, задача, путь наш направлен туда, то, наоборот, отправная точка рабства, унизительные, принудительные и чрезвычайно тяжелые работы, когда люди выполняют не свою волю, а чью-то еще. Не для себя, а для фараона. Вот это, этот путь от рабства к свободе, рабство как феномен, как угнетение, угнетение вот такое вот, тоже для библейского взгляда на мир очень характерное. Причем не только как суждение о человеческой природе или человеческой судьбе, иногда, наоборот, люди от него отрекаются. Конечно, здесь надо было бы в качестве параллельного места привести слова из Евангелия от Иоанна, где иудеи говорят Господу Иисусу Христу, мы дети Авраама, и не были рабами никогда никому. Ну, они беззастенчиво врут, потому что вот, египетскому фараону были рабами в течение продолжительного времени. И вот это, еще раз скажем, отправная точка, которую фаисеи не готовы признать, а Христос, когда говорит о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными, вот он имеет в виду рабство как символ полной противоположности свободы. Для иудеев эпохи исхода и для иудеев послепленного или позднепленной эпохи, послепленной, вот этот символ, в общем, звучит примерно одинаково актуально, потому что плен – это тоже такое рабство, из которого путь к свободе возможен только благодаря вмешательству Бога. Далее снова новая попытка геноцида здесь описывается, где царь египетский повелел повивальным бабкам, если они принимают роды у еврейских женщин, если рождаются мальчики, их убивать, если девочки оставлять в живых. Ну, в соответствии с тогдашними представлениями о этнических особенностях, о культуре и так далее, девочки там вы выдали их замуж, все равно их дети потом будут наследовать отцам и так далее, вот мальчиков истребили, евреи кончились. Такой способ, такой способ. Очень надежный, как кажется фараону, и как хочет показать нам автор этого рассказа. Понимаете, вся вот эта вот глава свидетельствует о том, что окружающая жизнь в лице фараона, вот она пытается народ Божий извести всеми способами, и путем тяжких принудительных, изнудительных работ, и путем прямого геноцида, вот все, обречены сыны Израилевы, обречены, потому что вот фараону вступила, у него такая сверхидея. Вообще фараоны со сверхидеями это всегда до добра не доводит. Ну, вот у этого фараона сверхидея вот такая, извести народ евреев. Но, посмотрите, автор этого рассказа говорит, ну, повивальные бабки боялись Бога. Они, египтянки, еще завет на Синае не заключен, и вообще непонятно, кто имеется в виду. Но здесь автор использует такое несколько анахронистичное выражение «боялись Бога». Так будут говорить скорее о празелитах, о тех людях из язычников, происходящих, которые чтут Бога Израилева и пытаются исполнять закон, богобоязненные эти самые бабки, не потому, что они знают Бога Израилева и исполняют сильные церковные обычаи, а потому, что у них есть совесть, им стыдно делать откровенное зло. Они этого не хотят и не могут. Вот уничтожающий воли фараона и фараоновой изобретательности, между прочим, с повивальными бабками тоже надо было придумать. Вот этой силе, которая в руках фараона и которая ведет к гибели народ Божий, противостоит совесть, которая есть у этих самых повивальных бабок. Ну, их там названы по имени две, в конце концов, ну, это не хроника, но это идея, картина, что мешает людям полностью этот бесчеловечный замысел фараона исполнить. Совесть, совесть. Вот такое незримое присутствие Бога. И если хотите, Бог действующий инкогнито. Он за кадром, его нет, он молчит, его рука не простерта в эту ситуацию, но есть люди, у которых есть совесть, у которых есть сострадание, которые не хотят убивать младенцев, ни за что, ни про что. Вот и поэтому они оставляют еврейских детей в живых. Фараон там их вызывает на ковер, как вам не стыдно, ай-яй-яй. Они им говорят, а мы ничего не успеваем сделать, потому что эти еврейки такие крепкие, мы еще добежать до них не успели, скорая помощь в пробках застряла, вот, да, в египетской пустыне. Они уже родили, уже все, уже поздно убивать. И автор говорит, за это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Бога еще нет в каком-то смысле. Бог еще не назван по имени, он еще не явился Моисею, еще завет не заключен, еще ничего нет. Еще только вот движет все к тому, чтобы осознать Израиль, как народ божий. Но бабки боятся Бога, и Бог устрояет дома их, и благословляет, и делает добро этим самым повивальным бабкам. Очень тоже важная история, потому что вплоть до Холокоста, вплоть до Холокоста, вот эта картина будет у людей в головах. Люди, которые противостоят бессмысленному злу, люди, которые спасают других, именно спасают. Заметны Богу. Бог присутствует в жизни этих людей как вот в жизни этих повивальных бабок, хотя кажется, что никто не видит его и не знает по имени, но он есть, он действует. Фараон со своей стороны, на то он и фараон, чтобы выдумывать всякое зло, поэтому он говорит, ну хорошо, тогда, если вы не успеваете к моменту родов, значит, всех сыновей просто убить. всех бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Ну, вот такое избиение младенцев, которое должно, как кажется, стать окончательным решением еврейского вопроса в Египте. Что с этим делать? Являются ли повивальные бабки решением этой проблемы зла безформенного и бессмысленного, которое только олицетворяет фараон, да, вот, стремление уничтожить людей, вот, можно ли с этим что-то сделать, потому что, очевидно, что попытка бабок повивальных, прекрасная попытка, все равно не приводит к решению проблемы зла, потому что, ну, вот фараон придумывает просто убивать всех детей, всех мальчиков. Как Бог будет или может сочтет нужным решать эту проблему? Потому что по-человечески многое можно придумать, можно предложить Богу откусить фараону голову, можно предложить Богу, не знаю, экономический кризис фараоновой державе, чтобы они перестали экспортировать пшеницу и там мышь его их сожрали, еще что-нибудь, много чего. Вот как бы идеи здесь можно предложить кучу, а для автора важно, чтобы мы увидели, как будет в этой ситуации действовать Бог. , что будет Бог. В это не дьям, все , что не , не , не не что есть это не , не в это дьям, что все